Офигенная закуска, ребят! Очень интересное сочетание сладкого, соленого. У вас влазит рука в трехлитровую банку. Я сейчас наливал, думал не получится. Получилось. Очень вкусно. Вот это я люблю. Офигенно. В домашних условиях сделать элементарным. Самое главное выбрать хорошую крепкую сливу. Ребята, с вами я, Филипп Захаров. На свадьбе 4 сезона. И мы с вами сегодня опять находимся в нашем ресторане Калина Красная. Только что мы снимали видео про пареную репу. А теперь мы снимаем видео про соленую сливу. Это офигенная закуска, ребят! Я в том году, год назад, выискал этот рецепт. Первый раз мы его приготовили. Весь год ели. И это очень интересное сочетание сладкого, соленого. Совершенно необычно. И вот по опыту, по нашим, я вам скажу так. У нас есть такое блюдо. Ну, во многих ресторанах есть. Есть такое блюдо. Ассорти домашних бочковых солений. У нас там идет квашеная капуста, моченые яблоки, соленые огурцы, помидоры и соленая слива. И вот, как бы ни было, вот бывает, что что-то недоедят, что-то не съедят, а что-то половинку. Но сливу съедают всегда. Это реально, как бы, интересно. Это всех привлекает. И это очень вкусно. Ребят, соленая слива – это традиционная русская закуска. Просто, как обычно, про нее забыли. А мы ее нашли, подняли, засолили. И это очень вкусно. И сейчас мы быстро, по-простому, как всегда, я это делаю. Я сейчас расскажу, как это сделать. И в конце, кто досмотрит видео, я покажу уже готовую соленую сливу. Мы ее попробуем. Ну, вернее, я попробую и вам расскажу. Ну, наверное, так получится. И начинаем. Что нам нужно? Нам нужна хорошая, крепкая слива. Вот для того, чтобы сливу засолить, мягкая слива не подойдет. Нужна обязательно твердая, чтобы была слива. Поэтому это первый момент при выборе сливы на рынке, где вы будете ее покупать. Обязательно проверить надо, чтобы она была твердой. Вот у нас сейчас хорошая твердая слива. И она отлично подойдет. Помыли банку. Не надо стерилизовать ничего. Это будет, смотрите, как соленая. Она не совсем соленая. Это будет солено-квашеная. То есть, это такой способ приготовления, когда продукт еще немножко заквашивается. И особый такой вкус. Это вот умоченных яблок, капусты. Так вот такой способ приготовления. Поэтому стерилизовать не надо. Мы просто помыли банку с содой. Помыли сливу. Укладываем сливу в эту банку. И добавляем немножко специй. У нас что здесь? Лист малины, лист смородины. Я, наверное, вот так вот этажами буду это укладывать. Чуть-чуть перчика. И укроп. Вот и вся, собственно, комбинация. Ничего нового, ничего такого, что никто не пробовал. У вас влазит рука в трехлитровую банку. Смотрите, фокус. У меня влазит. Вылазит. Если у вас влазит рука в трехлитровую банку, ставьте лайк этому видео. Если не влазит, пишите комментарий. Вот так я придумал. Вкладываем дальше сливу. Ну, конечно, слива должна быть обязательно без всяких черваточин, вмятин. И не дай бог там какой-то плесень или подпорченный бы. Немножко гвоздики. Немножко перца. И укроп. Все просто предельно. Вот эти все наши русские рецепты, наши предки, у них не было времени готовить дифлопе и крутоны. Поэтому что они делали? Все было просто. Почему солили, допустим, в бочках? Огурцы и капусту. Потому что, во-первых, не был банок. А во-вторых, когда ты солишь большой объем, это проще. Заготовил, один раз позанимался и вперед. Сейчас уже все делают в банках, потому что хранить удобнее в банках. В банке проще, мыть проще и так далее. Бочку сложнее, конечно. С бочкой много работы. Но с бочкой душевнее, атмосфернее. Мы сейчас солим сливу в банке, потому что все-таки это такая необычная закуска. Деликатесная вещь. И в принципе ее бочку солить ни к чему. Да у нас и бочки слива нет. И, кстати говоря, наверное, если взять большую емкость, то нижняя подавится. Поэтому, скорее всего, трехлитровый банк оптимальный вариант. Потому что, если сливы подавить, то будет потом каша соленая. Не знаю, мне кажется, это не очень будет. Ребята, такая штука. На один литр рассола добавляется половинка перца чили. У нас где-то здесь будет полтора-два литра. Поэтому мы просто берем перец чили. И чтобы он лучше сработал, мы его ломаем пополам. И туда бросаем. Все. Никаких вообще сложностей. Никаких хитростей. Ну и не надо вот прям особо сильно давить и утрамбовывать. Но не влезло, если то просто так сейчас съедим. Да и все. Немножко с перца. С перцем не переборщить. Здесь у нас вода. Чистая вода. Это очень важный момент. Вода должна быть, естественно, уже отфильтрованная, питьевая. Которую можно пить в суровом виде. На один литр рассола воды добавляется две столовые ложки соли. У нас здесь полтора литра воды, поэтому мы добавляем три. И на один литр воды одна столовая ложка сахара. Мы добавляем полторы. Ну, потому что у нас полтора литра. Ребята, если не очень плотно уложили, как это сделал я, то можно немножко, чуть-чуть ее потрясти. Она там займет свое место. И вот можно еще одну сливку туда положить. Мысль такая мелькнула. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие блюда, какие-то специалитеты вы пробовали, любите. Мне очень интересно. Я посмотрю, изучу. Может быть, мы что-то применим, возьмем для себя. Я всегда стараюсь собрать побольше информации от людей. Интересные какие-то старые рецепты. Поэтому пишите, буду благодарен. Просто заливаем все это дело рассолом. Смотрите, как у нас четко получилось. Я сейчас наливал, думал, не получится. Получилось. Прямо под крышечку. Все, момент такой. Вот это дело должно покрываться водой полностью сливой. Иначе появится плесень. Мы практически сливу приготовили. Мы сейчас закрываем эту банку. Оставляем на 3-4 дня в теплом месте, чтобы пошел процесс чуть подквашивания, заквашивания, сквашивания. Как правильно, не знаю, напишите. После этого мы убираем в холодильник или в погреб. И через неделю самая необычная и вкусная закуска будет готова. Ну, в принципе, это не обязательно закуска. Это, может быть, и полноценный какой-то гарнир. Сейчас я принесу готовую, и мы попробуем. Вот я принес сливу, которую готовил повар наш Алексей. Если вы с ним не знакомы, можете посмотреть видео про кундюбки. Там мы с ним вместе делали. Вот эту сливу он делал неделю-две назад. То есть она уже готова. После того, как она в холодильнике неделю прошла, я вернемся чуть назад, 3-4 дня в тепле, потом неделю в холодильнике, она готова к употреблению. И она стоит дальше в холодильнике и ждет своего часа. За месяц-два мы съедим, и все. Ну что, пришло время попробовать. Очень вкусно. Вот это я люблю. Офигенно. Ребят, смотрите, такое сочетание. Слива сама по себе это сладкий такой фрукт. Но мы ее подсолили. Она немножечко пошла в процесс брожения, заквасилась. И перец острый. И это прям, это не десертная вещь. Это именно вот, допустим, с мясом. Отлично. Можно как гарнир, можно как закуску. Очень вкусно. Очень. Мне кажется, я сейчас так съем. Но, наверное, столько я не съем. А если съем, то могут быть последствия не очень хорошие. Повар приготовил неделю назад, две недели назад. Я сейчас поставил солиться эту сливу. Эту сливу я сам приготовил. Мы сейчас поставим в ресторан. Потом будут гости. И кому-то достанется такая слива. Вот. От шефа. А эту, которую готовил шеф-повар, очень вкусная. Я не знаю, как получится моя, которую Леха приготовил. Мне очень нравится. Вот сегодня мы сняли видео про такую супер-необычную закуску. В домашних условиях сделать элементарно. Хранить элементарно. Самое главное, выбрать хорошую крепкую сливу. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. У нас на канале видео не только про еду. Скоро мы, наверное, все-таки пойдем уже к животным. Начнем снимать что-то новое. У нас ягнята родились. Поэтому подписывайтесь, чтобы не упускать. Оставайтесь с нами. А с вами был я, Филипп Захаров. Усадьба 4 сезона. Всем пока. Хочешь красненькую? Красненькую? Сейчас дети и вам дадим. Подождите. Ань, хочешь тоже иди сюда? Попробуем. Давайте, проходите.